Мы решили попробовать эти знаменитые фильмешки Опа-два-два! Опа! Молодец! Путис лучше, чем комитет социализм Так, и опять мы на этом замечательном месте набережной На самом деле, когда выходишь, что тут просто, просто вот Кроме вау, просто других слов нет, очень красиво Но мы сейчас как раз вышли к тому месту, где самый, мне кажется, шикарный вид Очень прям Сейчас еще раз яснилась так И все видно, что происходит Дима хотел купить пиво, но не получилось Я не буду оставить В общем, ему сказали, что 25 юаней пиво стоит А он вчера большую бутылку такую же купил за 6 юаней Так что здесь как везде Социализм у них ничего не долучил Если место популярное, нужно по капиталистическим правилам брать по полной программе В Таиланде, допустим, не так В Таиланде ездится неплохо А в Таиланде буддизм Так что буддизм лучше, чем социализм Здесь очень много транспорта именно гибридного Все ездят на мототбайках электрических Для меня проблема в том, что они вообще не шумят То есть ты переходишь дорогу, он может вырулить откуда-то незаметно И очень тихо все это происходит Вот они электрокары, вообще не слышно Мы отправились в сад Юн Пешком И наш путь проходит через городской парк Классно так все танцуют Смотрите, а здесь башни ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы решили попробовать эти знаменитые пельмешки Очень красивый хлеб. Лепят. Тут все собирают пельмени, забирают конвейер такой. А из этого большого пельменя сок выпивают с помощью трубочки. Вот так вот. Ничего себе. Пойдем, альтернат. Прикол. Вот в КФС, в древнем таком здании. Ну как? Вкусные пельмени, как наши русские. Только с качественным мясом. То есть не как наши. Надо надкусывать и оттуда выпивать бульон сначала. Классно. Че, Алиса, тебе как пельмешки? Вкусно. Вкусно? Мне вкуснятина. Алиса сама, смотрите, научилась трубочками пушить. Давай, давай, откажи. Так. И... Давай, давай. Опа! Молодец. Ларючки с китайскими сладостями всякими разными. Да, сухофрукты, каких-то специях. Так, вот он вход в сад юань. Вход стоит 30 юаней. Алиса бесплатно. Пойдемте. Начала цвести сакура. Пошли в парк. Пошли в парк. Вот он пахнет. Дима, а так пахнет? Дима, а так пахнет? Когда я читала и смотрела видео про сад юн, я не думала, что здесь так прикольно. Дима говорит, вообще, если кто-нибудь не пошли, то считай, не съездили в Шанхай. Здесь на самом деле очень красиво. И он такой вот древний. Супер фотографии здесь. Самое главное. Это да, самое главное. Вау! Это место. Красивая сад. Алиса! Ты не заблуди здесь одна. И здесь все сделано как лабиринт. Просто даже Алисе интересно бегать, лазить, смотреть, куда дальше можно пройти. Древние умели расслабляться. Сад построен в тысячах. Вот так Алису везде футует. Пойдем, убегай, убегай. Или проси денег. Можно в парке, это главное. Да. Да. Они хотят вас. У нас был еще вариант из Таиланда полететь на Мальдивы. И потом через Индию улететь уже в Москву. Но мы решили выбрать Шанхай. Потому что давно, ну, любим Китай. Любим здесь путешествовать. И в Шанхае мы не были. Нам очень захотелось. На самом деле, мы прям в восторге от своего выбора. А то бы сейчас сидели на Мальдивах и в песке ковырялись. Сейчас вот везде лазим, все смотрим. Вообще супер. Значит, мы зашли в кафешку. Здесь прям все очень активно обедают. Взяли суп с карри и бифом за 16 юаней. Это примерно 160 рублей. И вот такие булочки за 12 юаней с мясом. И супчик, да, вкусный. Сейчас будем пробовать. А Алисе мы взяли опять пельмени, которые она с утра хорошо ела. Сейчас Дима ей принесет, и мы здесь все это съедим. Да? Я, наверное, отдельное видео сниму про то, какую мы еду здесь съели. Вот с бифом бульон. Прикольный, очень вкусный.